так значит давайте начнем последние лекции про орбиты что мы делали в прошлый раз на первый буклет мы разобрали как работает орбит для грузов вывода конечного поставления а вчера мы в таком утверждении фактически показывает как методорбит работает алкогрели конечный агебра на c можно и разрешим убрать значит у меня есть универсальная агебра у от n и в ней вкладаны и типы идеалов аннуляторы не приводил к представлению и вот методорбит как раз-то может появиться берем производитель идеалов вот следующим итоги эквивалент первое что же и привидим второе что же и максимальный третье что и последнее что получается это выбираем любую линейную форму на орбите берем любую поляризацию для нее когда принчейн этой формулой поляризации не является основной подставлением поляризации мы с ней не приводим вы же представляете все открыты и берем аннуляторы это объекции между орбитами и примитивными зернами чудно пример который мы смотрим в общем случае это качество представителя примерчик не часто увидим первый пример который был в конце прошлой лекции это мутативный алгебр там все очень славно работает давайте посмотрим агруту Дизенберг интересно это как я не добыл сказать что это это диагональ нули здесь x1 x10 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 Есть два случая. Первый случай, когда лябда z не равно 0. В этом случае, когда орбита лябда задается таким уравнованным. Стоит в серках μ, в которых μ от z то же самое. А остальные могут быть какие угодно значения в местах y. Да, берем, берем, ой, это понятно, я не говорю, вы. Она, детка, была, ей такую же историю не забудут, а она, детка, не знает. Детка, у нас мыли, и, значит, обозначенный контакт. Тоже фокус, и он здесь не получился. Но его тоже можно трактовать, как нижний треугольник материн. Такой модель, которая была у нас там. Вот. А если лябда z работает, тогда амегалян состоит только из точки лябда. И точь лябда управления, с помощью формулы. Если это же действительно, то есть нижний треугольник материн. Вот. Ну, то есть, тоже можно так написать. Вот. Вот какие-то x и t, y и t, z. Вот. Такие плоскости. Два элемента. А вот эта плоскость координат. Она распадается в точке. Вот. Очень славно. Хорошо. А как теперь устроены примитивные идеи? Вот. Для алгума про Гизенберга. Давайте поглядим. Смотрите. Вот возьму какой-нибудь привитивный идеал. Отсюда. Он тогда аннулятор какого-то неприводимого модуля. О, поделитесь. Поделитесь. Аннулятор простой, неприводимый. Беру элемент z. Смотрите. Ведь z, он же центральный, правильно, да? Поэтому для любого вообще, там, a из u от n и любого вектора, там, x из v, z. Если подействовать z на ax, то это то же самое, но на a на x, что a на z на x. Правильно, да? Ну, я элемент z. Оператор какого-нибудь будет действовать на пространстве v. Получается, что умножение центрального элемента – это морфизм из v, правильно? Морфизм из неприводимого представления к его самому. Ну, и как? Для машины называется? Да, да. Ну, конечно, это так и то, потому что… Обычно, да, это, конечно, верно. Да, это бесконечно верно. Но на самом деле, оналка остается верной. И в этом случае, потому что v не более, чем счетный, а это, наверное, место где-то, не знаю, там, раз в жизни используется то, что более целище, не счетный. Важно, что он не счетный. Так, такой лемотик смеяет, правильно сказать. В общем, короче, он действует с коляром все равно по-прежнему. Вот. Есть такое красивое декадательство. Вот. Ну, значит, тогда что? Получается там, что z минус c на какой-то… Что если у вас есть счет, наверное, а… Да, например, счетный метал, на дне счетный уходит, находится не счетный, то любой эндомартизм и упражненный модуль… Ну, по-другому, потому что… Ну, по-другому, потому что, если человек не может… то мы можем в наше v вложить карта… файлиту… …а они еще один. Файлиту – это два перемена и еще один. Этинчики делить на 1 минус c они все отмене зависимы. Вот. Значит, этот элемент будет действовать нулём на всем нашем непроводного модуля. Да? А что лежит в идеале? В нуля. Ага. Тогда есть две разные ситуации. Давайте посмотрим первый случай, когда это c не равно нулю. В прямом. c какая-то константа. Ну, алгебра Кизенберг и в то же время УАТН, правильно? Вот здесь РО имеется в виду, РОАТА, 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 да. А z это просто честный элемент из УАТН. Ну, а сама эта алгебра вложена в УАТН, да? Так. Давайте в этом случае поглядим на фактор алгебрии. Ну, даже мы можем на самом деле поглядеть на фактор алгебрии по меньшему идеалу, по идеалу, порожденному только z минус c. Сейчас мы увидим, что на самом деле совпадает. Какие тогда у нас тут соотношения фактора алгебрии? Понятно, что она порождена элементами x и y и t, а соотношение, потому что это равно константе. Правильно ли? Значит, если теперь мы обозначим p и t, как аду, x и t, а q и t, там единичка делить на c, y и t, и получим, что p и t, q и t равно единице фактора алгебрии. Понимаем ли мы с такими образующими соотношениями? Ну, какая? Сюда можно. Проверили, да. Вот. Ну, раз так, то получается, что это фактор алгебры накрывается алгеброй. Проверили или нет. В тебя будет минут 10. Ага. По ядраме мы не можем, потому что он говорит проставку. А ядром был идеалом. А значит, потому что я вот следующий мотиварит листер, раз папа в каком-то идеале этого алгебревелия, то я взял максимально, были примитивны, что там случается. Но он содержится в жизни, началось совпадать. Значит, жизнь в этом случае порождается просто в реализации. Хорошо. Дальше, второй случай. И так все равно. Тогда элемент Z. Мы можем посмотреть тогда опять эти факты разума. Ну и тогда понятно, что X, Y, Y. По сути мы имеем дело с алгебром многочин. Ну еще некоторое обсуждение. В итоге, чтобы получить максимальное дело, мы должны взять какой-то отдел хочет. В итоге жизнь будет порождаться Z. Ипс, 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 ипс. И фактор по нему, ну опять же, по лицу. То есть АА0, да? Это алгебра или с нулемом образующим. А это алгебра или на самом деле даже не Эр, а АН. Алгебра или с 2n образующим. Ну и вообще здесь видно, да? Что, по крайней мере, здесь какая-то некая напрашивающая секция, да? Что вот эти вот орбиты, они как раз 2n-мерные. Соответствуют вот таким идеалам. Эти вот орбиты, а не нулемерные. Соответствуют вот этим идеалам. Вот так. Да. Что для орбиты или нервных получается? Что есть? Ну, по крайней мере, ну, векция довольно длинная. Это, в основном, в основном, в правилах мы уже не ели. Это показывает, что этому идеалу, соответственно, этой орбиты, этой идеалу, соответственно, мы должны выбрать линейные формы. Взять биты, взять к ней коллинициацию, взять одномерный форму лянда, инфицировать с него. Ну, лядер и убедить тогда, что, да. Ну, он тут ходит. Это может быть правил, но не ходит. Вот. Ну, я в общем случае доказывать не буду. Общие доказательства им проводятся индукции по размерности агебры. Скажем, они не потягивают. Вот. Хорошо. Так это работает для алкогольных классов. Для ипотектов. И примерно там для обычных. Разница невелика. Ну, еще есть класса агебры, для которых он может работать. Ну, или для этого владеть. Вот. Алексей Владимирович сегодня разматривал локально простые на узборах. Ну, из локально не потянут. Привы, пределы не потянут. Следующая подголовка, как бы, бесконечно верное обобщение. Ага. Давайте определим. Оставшиеся эффекты будут освещены на обобщение и нациконечные дороги. Читаем на случай локального не потянута алкоголя. Локального не потянута алкоголя. Ну, это прямой предел, правильно сказать, да? По-моему. Мы просто объединили. Так. Где? Н1. Он верится в Н2. Да? Все энкаты мемпатентны и конечные. Как потерпелен и комбинировать. То есть, да? Это я не хочу. Их паркетитуты были. Как видите? Ну, значит, это же правильный антаскоп. Да? Ну, то, что, я понимаю. В общем, то, что все может сфорные, иначе? Я так, как все-таки не было. Ну, то, что, но очень, да? Это было почти. Кажется. Да, когда здесь ничего не надо, Примеры. Ну, опять-таки, конечно, понятно, что любая конечная мерная неэпотенция будет в логическом лагере, да, можно взять цепочку, состоящую на одну и ту же алгебролизм. Ну или вот пример, если n – конечная мерная, тогда она является прямым пределом цепочки, состоящей из нее самой. Обычные конечная мерная алгебра неэпотенция, не является пока неэпотенция. Хорошо. Первый пример. Давайте возьмем в качестве n-кратового, я возьму алгебру верхних угольных матриц с нулями в диагонали, который мы рассматривали. Ну, размера конака. Конечно, интересный вопрос, как вложить такую, одну такую аминкатую ваткарплю стену. Да, поскольку это просто вложение, мы можем понимать, как объединение всего. Николай хитрик сделаем. Скажите вы, как вложить на калево? Идем. Потом мы так же, как сегодня сделаем на калево припаду. Конечно, мы получим поинтересное вложение. Ну, вот и погнали. Вперед. Они так себе вкладывают, вкладывают, со шпанем включают прямой пределы. Как представляете? Такие бесконечные верхние треугольные матрицы. Но не так. То есть у каждой конкретной матрицы лишь конечное число элементов в пункте отличные от нуля. А все остальные нулевые. Но это число могут произвести. Конечно. Очень интересно. Если у меня внутри лето, можно и кокусом достать. Можно еще что-то и делать. Это целое дело, как можно говорить. Это не страшно. Почему? А это будет. Если так делать, они получатся незамочные алгебры. Но на самом деле это довольно хитрый момент. Я думаю, что это не хитрый момент, но вопрос в том, как я могу сказать, что я могу говорить о том, что да. Да, это будет разное. Но не совсем всегда. Правда, это очень интересно. Ну, мне есть какие-то очевидные соображения. Вообще я скажу. Вот. Вот. Ну, так как получается. Мне она не любит. Говорите про Кель-Кулу. Не знаю. Про общую программу нивератикалов там. Она более красивая. Тогда я больше я тебе что-то скажу. Ну, может. Я так. Я сейчас расскажу, что хочу. А потом мне это надо смотреть и про это отрубать. Второй. Вообще пересечу. Алгебра Демберг такая. Ну, конечно, Демберг. Ну, то есть это алгебра, образующая нивицы и Д, и Д, и Д, и произвольное число через единичное. Поэтому от соображения точно ближе. Ой. З. Еще рано. Вот. Конечно. А почему он является локальным нивератикалом? Что? Исчерпайте его, пожалуйста. Конечным нивератикалом подалкиваем. Скажите, кто он здесь по-чемпионка там? М? Я не оболочу таких товарищей. Товарищи. Ну, как я сэкатерги взять, да? Цитой Y, и Т, и Т. Кдиет одного до Х. Он кончинерный, кончинерный. Ипотерты, ипотерты. Исчерплетай, ипотерты. Исчерплетай. Вот. А, кстати, обращайте внимание, что эти экаты, они просто под алгеброй. Они еще не взяты. Это вообще, если кто не знает, он не будет ничего. Тот комментатор, который был на «з» на «з» на «з» на «з» на «з» на «з» То есть, среди всех локальных гипотетов, как уголеет, выделяет специальный класс «ауэль», который исчеркивает своими конечномерными гипотетами идеалов. И алкебры назовем «з» Одну секунду, сейчас повторю, напишу. Смотрите, мы сейчас исчерпали нашего бесконечного Гитинберга конечномерными гипотетами, да? Но каждый из них считает идеалов, правда же, да? Вот если локально-импотетную алкебру можно исчерпать конечномерными идеалами гипотетами, то на такие алкебры называют «цоками». Резонный вопрос. А может все цокли? Да. Резонный вопрос. А может все цокли? А? А? Может и гипотетами не бывает. Может и локально-импотет на алкебрули. Можно исчерпать конечномерными гипотетами, но и конечномерными гипотетами. Да. Смотрите на это. Вот эта штука не «цоками». Это очень мудрый. Я уверяю, что нельзя исчерпать конечномерном гипотетам, а в данном случае в ней нет конечного гипотета. В ней не бывает конечного гипотета. В ней не бывает конечного гипотета. Но в ней не бывает конечного гипотета. Ну вот 3 примера. Ну ладно. 2 примера получила. Если вы на самом деле не богу, я прийду еще 1 супережего примера. Это можно сказать, который нужно взять. Кстати, в основном образе внимания. Вот в дыбочем примере, который был создать у Алексей Владимирович. Там эти локальные стции и стратегические стратегии бесконечные. Они были локальные модели. Это те дополнительно. Получается, премьерный пределы – профессор. Но они были еще и правы. то есть локально не патентная аутра не опять какие патенты но может диземберг не патентный или нет куда очень быстро и патент уже первый коммутант это просто за это а у нас только не патент ну в чём нужно убедиться то есть картина такая же как в конечном случае первый коммутант сотрёт линейку на диагонали второй коммутант еще одну линейку много и нет ни такого права он меня нет чтобы не не упасть а что это аутра вообще на первый взгляд окажет вам естественно обобщение в конечном случае правда очень плохой вообще но кроме этой аутры не идёт не вернется да в отличие от конечного случая этот контакт состоит в конечном правом издалка на самом деле можно сказать что у него это очень хуже просто он не идёт ревернется а у него универсальный обёт получал не под ревернется что знаете в конечном правом случае в конечном случае он совершенно не переверальный известный образующий который его создает она очень сильно отличается в конечном правом случае да давайте отмечать давайте как минимум некоторое обобщение в том в том в том в том в целый класс примеров который обобщается вот это вот ну Смотрите, давайте, чтобы анализировать пример, давайте вспомним в конечном случае касаться вложений для алкоголя СЛН. Есть алкебра СЛН, просто матрица с нулевым средом размерами на n. И как мы ее можем вложить? Хартан диагональной матрицы, верхней треугольной и нижней треугольной. И как к верхней треугольной? Да ладно, на тянух. На тянух е и житые матричные единички, где е меньше, чем житые. Правильно, получим верхний треугольный. Так давайте попробуем то же самое, если есть бесконечность. Смотрите. Ну, я только же могу взять диагональные матрицы. Да, если есть бесконечность, то есть то, о чем все. Понятно, что есть бесконечность. Это просто производитель генитарной матрицы, у которых то лишь конечное число элементов не равно нулю. Мысли от нулевого. Прямой предел S. Верхней треугольная, N, и нижней треугольной, N, да? Больше так же, наше N. Верхней треугольной натянута на Е и житые. Ну, где Е и житые. Уже любые спецчисты, просто, да? Просто, да, и меньше, чем житые. Пересмотрите. Видите, вот стандартный порядок. Один, два, три. Стандартный. Нам нужно натурально учить. Одно же перевернуть. Но мы перевернем в другой линейный порядок. Выберем, кто изволен. Изволен линейный порядок. Знаешь, как его обозначим? Такая фигурь степь меньше. На натуральном числе. И давайте определим театр, как Е и житые, где Е и меньше, чем Житые, в смысле этого линейного порядка. Ну, а Эликс, наоборот, в общем. Так, главное, оставить здоровую. Такое прекрасное предложение. Катановское. Вот. И это, вроде бы, очень интересные штуки. Очень классные. Размером, или аудио, или бюлки. Почему? Или аудио, или бюлки. Или бюлки, да? Может, он как называет? Вот каждый раз говорить о любви. Локальный, или патентный, радикал, расщепляющий баррелевские подавки простой фенитарный алгебролит. Поэтому, в общем, недавно. Вот. Если, например, обращать парадок, то это получится вот там. Картинка, которая была у нас здесь. Просто верный треугольник фенитарные матрицы. Может быть, разные порядки. Возьмите протокол порядка. Один, меньше трех, меньше пяти, и так далее. Меньше шести, меньше четырех, меньше. Ну, давайте, я тоже не буду писать. Просто меньше будет писать. А чётный порядок, да? То есть, мы не чётных чеков. Мы сохраняем порядок. На чётных обращаем порядок. И все чётные больше пяти, больше пяти, больше пяти. Тогда, в правильной способности, как бы представляете, это N, это вот такой. Это, конечно, тоже верхняя треугольная матрица. Один, три, пять, так далее. Шесть, четыре, два. Один, три, пять, так далее. Шесть, четыре, два. Они будут посередине. Страшно происходит? Бесконечно посередине. Конечно. Можно более куда-то на это выходить, да? A, N. Оно как бы находится в объекции Z. Да? Можно выбрать такую объекцию и дать порядок, как на Z. Да? То есть, считай, считай, что у нас индексы нитральные. А, как и у нас R. Так, получается, такие глуби-стороны с конечной синитарной матрицей. Да? Как раз то, что было в объекции U. А можно не Z? Можно U. Здесь порядок как на U. Приятный алгебр. Просто все безумие. Еще очень много этих алгебр. Это будут все-таки картановские разложения SLN. Но, в отличие от конечного случая, все-все бороться к изоморскому. Они будут к изоморскому. Это алгебра. Это и есть стенд, а в этой нет. Вот. Это же хороший класс пример. Пока на ней мы сейчас показывали. Ну что ж, давайте попробуем. Сколько вам это красиво, то, что мы делали для конечного нового случая? Итак. Берем какой-то линейный код. Да, мы довезем. Значит, наша цель построить по ней какой-то примитивный дел. Ну, понимаете? Хотя N теперь бесконечно не надо вообще П, да? Но вот это придается так же. Прим, вот это, да? Это привитивный дел. Мы от этого могли. Поэтому определили, что с ним не было. Ну что мы делали? Мы убирали поляризатор. А дальше, в качестве первого случая мы брали аннулятор представления инфекцированного. 40p на n. Вот ограничение лямбда на п. Вот. Это был качественный случай. Но в этом есть собольный. Там хватает никакого аналога теория Мишельберга. Мы, в качестве первого случая, брали поляризатор. Потому что у нас была, правильно? Вот. Для произвольного аналога теория Мишельберга нет. А здесь, например, мы можем понять, по-моему, почему есть локум. Все знает. Да, поэтому просто непонятно, как действовать. Воль. Смотрите. Мы все-таки хотим, чтобы это был метод ARBIT, да? То есть, чтобы идеалы, например, были ARBIT. Парагика какой-то группы. Во-первых, что приходит. Полу, пусть, пара, какой. Дать экспонент. Потому что она и бесконечная, но экспонент парагика не запрещает на каждом конечном уровне. Кажется, конкретный матрос конечный? Давайте. Мы можем взять тачку. Понятно. Да, то есть прямой предел, если по-понятному, да. Да. У меня теперь группа. Она прекрасно, чем образом действует на N. Мы считаем звездой. Здесь соединенные и присоединенные. Вот. Но мы видим, что эта группа потяжеление очень маленькая, чтобы дать нам нужные результаты. В качестве примера можно сделать одну дезинверку. Например, контр-пример. Там-то подходит. Это N будет на тресконечной дезинверку. Орбиты от этой группы очень легко описать. Лямбда из N с этой группы 0. То ответ такой. Если лямбда от Z это 0, то орбита опять состоит только из самой точки того. А если лямбда от Z это какой-то Z не равен, то тогда омега лямбда T мю из N со звездой, ну, во-первых, Z это Z, и еще ню отличается лямбда в конечном числе. В конечном числе значений на их сытых играх. В каком уголке, но в конечном. Помнили, что экспонентарь. А идеалы для публичного инстанция, то есть, есть идеалы контрального прораживания, то есть, идеал прораживания, ну, и идеал прораживания. Смотрите, это все видно, что плохо. С этими все нормально. Ну, кто один-один, точка, такой идеал. А вот с этими все плохо. Потому что, понятно почему, да? Потому что тот же идеал должен дать все линейные формы, вообще какие угодно. Лишь бы у них значение Z попадало. И не все такие. То есть, если я возьму Z все единицы, там, точечные, а у них все нули, то эта форма должна такое же делать давать, но на них не давить. Ну, да, да. Ну, как же вопрос, как же вопрос. Может, там, пространство, ограниченные гостиные, да? Кто у них? Здесь можно решить, да? Ну, в общем случае, там, наверное, скажем, практически маленький. Да, лучше, ну, это не это. А в общем случае, да, какой из этих локальных пожертвов, никакого. Вот, вот, поэтому давайте, чтобы формулировать корректность такой методорбит, в нашем понимании, для исключения данного случая, то вернемся к конечному данному случаю. И там немножко переформулируем методорбит. Это более как раз, что не повезло тех вещат, которых сегодня было уже, на самом деле, перевоенную. Ну, сотрёмся. Да. Смотрите. Итак, снова, пусть теперь размеры n-конечные, n-просто генпатентная алгебра лимфа. Давайте возьмем ее симметрическую алку. Симметрическую алку. Ну, поскольку любой элемент из n можно трактовать как линейную функцию, наверное, звездой, то симметрический алгебр, состоящий из многочленов, да, это фантом, как-то многочленов, наверное, со звездой. Как мы знаем, в генпатентной диаметре радикальный идеал какая-то самая большая, звездка лучше, а фантом под многообразием в самом пространстве, в данном случае, венса звездой. Радикальный идеал и радикальный. Он соответствует какому-то под многообразию, в ответ. Венса звездой. Чудесно. Причем понятно, что это соответствие обращается к учению, да? Чем больше идеал, тем меньше многообразия. Сейчас-то максимальный идеал это точка. Максимальный. Значит, какие-то точки. Просто лямда. Поэтому мы его назначим вот там М с индексом ляма. Идеал точки. Вот, хорошо. Теперь смотрите. Как уже сегодня это было сказано, это название пуассонового. Что это такое? Плотка, да? Плик, превращает полную рулю. Тоже поле будет. Полный ц. а а а цена я хочу вот очень просто если он ну а дальше мы продолжаем это получается в частности мы можем так называемый пуассоновый идеал шла речь причем долго определение пуассона не будет надо делать и ну вот поняли так сейчас можно брать радикальный фор ну раз они радикальны они соответствуют каким-то подмогобразием факторов какие что значит какой фор у его многообразие у его многообразие вот а здесь смотри да тут прикрыли какую-то точку точку ля 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 то есть обиде то есть обиде это многообразие А еще смотрите, вы согласны с тем, что омега лямбда это наименьшая уинвариантная западная множество, содержащая точку лямбда? Берем европей, то меньше не придумаешь, а век замок. Значит, тогда это будет наиболее по основным идеалам. Тем больше наиболее внутри. И вот такие идеалы называются, назовем примитивными по основам. То есть, смотрите, примитивный полосонный идеал – это наибольший полосонный идеал в каком-то максимальном идеале. Ага. Тогда у нас и векция. Знаете, как это значит? Нужно всех привитых полосонов идеалов. Примитивные по основам идеалы. Покруг я покажу. Так. 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 Ну, пока. Ну, смотрите, получается, что каждый арбит дает какой-то примитивный полосонный идеал, и наоборот, каждый примитивный полосонный идеал – это идеал какой-то арбит. Значит, это очень естественное, простая, даже технологическая объект. Это между арбитами и примитивным полосоновым идеалом. Однозначное соответствие между множеством арбитных арбитных. Слева у меня примитивный полосоновый идеал, справа множество арбитных. Но, раньше мы сами говорили, что эта штука находится в лекции просто с примитивными идеалами. Вот это. Как мы на прошлой лекции выяснили, в чем заключалось для алгебры, что это множество арбит, а он находится в обзоре. То есть, орбиту омега приводит идеал g от омега. А здесь как бы и от омега приводит идеал g от омега. Здесь построение такое. Выбираем форму, выбираем поляризацию, ограничиваем форму в нее и реализируем в создание одного составляя. Главное 0. В общем, здесь заключается то, чтобы забыть, вот про это в том числе неприятный. То есть, в итоге мы получаем вот такую дирекцию. Прим-п-прим-с-р и прим-о-т. Насколько эта штука находится почти в соответствии с арбитами, а это, соответственно, не вчера построили, то вот такая у нас дирекция. В общем-то, ее можно с большого труда воспринимать то, что это очень естественная дирекция транспортного арбитного. В том, что мы считаем свои арбитмы. Есть просто Sfm, есть Qa. В том, что мы можем дать решение примитивного идеалового оттенка и определение примитивного способа идеалового сахара. Это наибольший Qa в каком-то максимальном идеале алгореса. Ну вот, как бы было бы идеально, если бы в бесконечном случае это было бы работать, если бы была объекция между этим и этим. Ну, это вот как раз Алексей Владимирович и я. В таком праве сказать, году 21-м, да? Ну да, что существует объекция. p' s'n и p'o'n. Здесь n – любая локальная нелепатентная алгоритма. Одну секунду. Конечно, можно. Да. А вы имеете в виду, а что это тут банан? Да. 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 А вы имеете в виду, а что это тут банан? Да. Опять просто пределы… Нет. Это не… Вот. Ну, так вот. Вот это вам дают завет к алгоритмам, локальнее в этом случае. Вот. Я уже не знаю, так можно сказать слова про доказательства. А. 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 Рот. А. 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 Внутри. А. А. Да. А. 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 Ад. А. вот эта царинка получается вот у меня N, я могу взять какую-нибудь, потому что я не знаю, I, это радикальный взял, я могу его пересечь, это будет пересечение I с S от NK, то можно взять побольше, IK с первым пересечением I с S от NK, то есть понятно, что если IK, то это пересечение I с S от NK. А здесь смотрите, вот IK это какой-то радикальный взял S от NK. Значит, ему соответствует какой-то инъекции какой-то радикальный взял по ходу. ЖИТ АТ будет соответствующим радикальным ходам. То же самое можно сделать как в первом уровне, что IK, как в первом, радикальный, по ходу S от NK, в первом уровне, G как в первом уровне, просто соответствующий его радикальный У NK. теперь могу сравнить то что получит джекарно сначала на уровне симметрические аутбры и и и дай как бы самый благоприятный да ну тогда да в общем ну и ограничивать ее на все эти и каждого ограничения с одной стороны будет нам давать и как взял вот здесь другой страну какие проблемы ну проблема на очень большая что нет в случае когда цокольные но это не просто экспонент орбиты которые удается строить цокольные алгебры а в общем случае я не думаю вот пока идея нет она достаточно большая не знаю вот ну вот это первый вопрос дальше куда это можно все обобщать но куда если говорить про бесконечневерное обращение оставляю в странице вопросов а это про обобщение бесконечневерных случаев ну делайте локально импотентные алмогли делайте локально разрешим алмогли например для разрешения есть теория такая же как нет а делайте локально решим пока нет ну вот можно добиться можно добиться бесконечневерных как какие там какие там какие там какие там какие там разные классы алгебры ну или типы которые по которым они изучают и как тоже можно пробовать строить аналоги нет а а а почему оно волнуется надо сказать да 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 ну как раз на самом деле ну очень важно именно что у нас есть инпотентные подавки мы довольно хорошо понимаем как при ограничении на непосредственных подавок а в общем случае мы не можем сказать да а а а а а а а там а а а а а а не 15 и а в а а а ин исходится Ну, на самом деле, опять-таки, для того класса, локальные программы, которые, я скажу, пример, с линейным порядком, мы можем сказать гораздо больше, мы можем относиться к центрально-паракционным идеалам, те, которые поражают в своем центре. Понимаете, почему важно применить идеал в центрально-паракционном плане? Я, конечно, не буду приводить в пример, потому что это слишком далеко. Даже если я потом переларусь. На самом деле, там выступают длинные эфиры. То есть, по линейной форме, мы можем построить идеал, там его значение и от лямб, и от лямб. Вот. И, в общем, у нас есть как-то неправильно нетривиальные длинные эфиры. Но, во-первых, мы имеем в зависимости от центра аукции, да? И если центр непривиальный, то идеал уже от лямб конечно нолевой. А вот если центр привиальный, то это довольно забавные условия. Это очень существенное отличие. Это, конечно, в данном случае. В общем, все. Это все еще. Наверное, на паралекте думаю. Я вообще не буду забываться. Все. Давай, дальше вопрос. Покажу. 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 Покажу.